Китайский юань набирает популярность у тверичан в качестве средства сбережений. Пока доля таких вкладов невелика, но экономисты уверены, что она будет расти. Пока же неоспоримым лидером является рубль. Сколько именно хранят в банках жители Верхневолжья, вы узнаете из следующего материала выпуска. Тверичане продолжают активно нести деньги в финансовые организации. Портфель вкладов жителей нашего региона на начало этого года составил рекордные 250 миллиардов рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Депозиты остаются наиболее понятным инструментом сбережения и приумножения средств для населения. И это вполне логично. Высокие процентные ставки на депозит – это период сбережения. И наоборот, низкая учетная ставка – это вложение в производство. Соответственно, сейчас время накопления. Время накопления и народ прекрасно и правильно понял сигнал Центробанка, и они стали размещать свои сбережения в банках на депозит. Средний размер сбережений на одного жителя Верхней Волжи составляет 209 300 рублей. При этом есть и нововведения. С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается. Оповещение должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить сам, что делать с деньгами дальше. Продлить прежний договор, заключить новый или забрать сбережения. Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада. Если по нему нет условий автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент. Что касается тенденции формирования структуры банковских вкладов, то здесь эксперты отмечают одну очень любопытную вещь. Растущий интерес к валюте Китайской Народной Республики. Это вполне объяснимо. КНР обладает одной из мощнейших экономик в мире. Товарооборот нашей страны с Поднебесной заметно растет. Так что процесс вполне объясним. Тот процент, который сейчас хранит деньги в Иване, они или живут ближе к Китаю, или они работают каким-то образом с Китаем. Или торговля, или они там работают с нестратят, или наоборот. Сейчас, по оценкам экспертов, до трети жителей Приморья имеют вклады в юанях. В Тверской области этот показатель пока вырос только до 3%. Но он будет расти и дальше, учитывая сильные ограничения на покупку долларов и евро. Кстати, если эти западные валюты уж так сильно нужны, то их можно купить в том же Китае, обменяв именно на юаня.